Дума приказала учителям и врачам держаться, потому что денег нет, и повышать им зарплаты просто не из чего. В Екатеринбурге перебой с бензином, а полицейские в одном из российских городов сидели сложа руки и наблюдали за тем, как студента из Африки убивают. Это Дмитрий Еловский, новости воздух. Сейчас коротко обо всем самым важном к этому часу. Вы не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал и писать комментарии. Итак, в России не хватает денег, чтобы повысить зарплаты врачам и учителям. Из-за повышения минимального размера оплаты труда и роста инфляции в регионах попросту не хватает на это денег. Об этом пишет издание Forbes со ссылкой на заключение Комитета Думы по региональной политике и местному самоуправлению. Подтвердил эту информацию и председатель Комитета Алексей Диденко. Я напомню, что со следующего года МРОД вырастет на 3000 рублей и составит 19242 рубля в месяц. Кстати, ранее стало известно, что почти половине россиян не хватает денег на оплату просто банально основных нужд. Причем более чем 30% из них не хватает более 20 тысяч рублей в месяц. Такие данные опубликовало издание РБК, ссылаясь на опрос, который провел Headhunter. Еще одна экономическая новость с Урала. На заправках Лукойла в Екатеринбурге пропал бензин. Об этом сообщает издание Цмайсити, городской портал. Гаражане не могут заправить автомобили никаким из представленных видов топлива. На горячей линии Лукойла подтверждают, что такая проблема действительно есть, но не знают, когда бензин снова может появиться на заправках. Перебои с поставкой топлива начались с конца августа в разных регионах России. 21 сентября, чтобы избежать дефицита и как-то притормозить рост цен, правительство ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Но, похоже, результаты эти меры пока не дают. Тем временем, в попытках набрать солдат для войны Путина в Украине, военкомы пришли в школы. По данным канала «Осторожные новости», в одном из учебных заведений Пермского края очень, я бы сказал, оригинально отметили День призывника. Учеников согнали в спортзал, где перед ними выступили чиновники, военкомы и священник. А потом конкурсы, после чего один из участников даже ушел домой с символическим подарком – повесткой в военкомат. Изначально говорили, что это вроде как один из 11-ти классников, но потом выяснилось, что это был некий приглашенный призывник. О том, что это за должность такая, и будет ли он теперь ходить по всем школам Пермского края, чтобы принимать там повестки, не сообщается. Ну, вообще история довольно странная, согласитесь. И напишите, кстати, в комменты, а вы что думаете? Был ли это настоящий ученик или, может быть, какой-то подставной? Продолжаем. За убийствами Дарьи Дугиной и Владлена Татарского стоит СБУ. Такую новость публикует Вашингтон-Пост со ссылкой на бывших и действующих украинских, американских и европейских чиновников. По данным издания, ГРУ и СБУ также причастны и к другим операциям, в том числе к двум подрывам Крымского моста, к атаке дронов на Кремль, к покушению на начальника российского генштаба Герасимова, а также к покушениям и убийствам клуберционистов и чиновников на так называемых оккупированных территориях. Но, кроме того, с украинскими спецслужбами последние 10 лет сотрудничает СРУ, которая уже потратила, как сообщают журналисты, десятки миллионов долларов на их оснащение. А элитные украинские оперативники, которые участвовали в операциях, были обучены американской разведкой. Но, кроме того, СБУ имеет контакты и с Ми-6, и даже создало для сотрудничества с британской разведкой специальное шестое управление. В Вашингтон-Пост также выяснили, что целью покушения на Дарью Дугину была не сама она, а ее отец, одиозный философ-националист Александр Дугин. Правда, источники издания отмечают, что даже сторонники подобных операций подвергают сомнению решения, которые привели к убийству гражданских. В ЦРУ, ожидаемо, от комментариев отказались, а в офисе президента Украины с самоубийством Дугиной отрицают какую-либо причастность Украины к этому. Но, впрочем, в приватных беседах с журналистами неназванные чиновники подтвердили, что взрыв автомобилей и другие диверсии внутри России – это нарратив, который должен показать врагам Украины, что, цитата, «наказание неизбежно даже для тех, кто считает себя неприкасаемым». Конец цитаты. Алексей Навальный не появился на заседании суда в Коврове. Как выяснилось, политик отказался выходить из камеры после того, как у него отобрали все письменные принадлежности и насильно отвели к следователям, сообщает соратник Навального Иван Жданов. В результате судебные мероприятия, на котором политик должен был присутствовать, по видеосвязи отложили. Якобы письменные принадлежности у Навального забрали под предлогом неких режимных мероприятий. Об этом говорит Би-Би-Си, ссылаясь на нового адвоката Навального Леонида Соловьева. Цитата. «Это периодически повторяющаяся ситуация, мы будем ее обжаловать», – отметил защитник. Это не наши проблемы, Гена. В отношении двух полицейских возбудили дело о злоупотреблениями полномочиями после гибели аспиранта Уральского федерального университета из Габона. Сегодня появилось видео, на котором двое сотрудников ДПС просто смотрят на драку, в которой зарезали Франсуа Нжеласили. Один из полицейских предлагает разогнать ее, второй говорит – да, это не наши проблемы. Также на записи видно, как инспекторы прикалываются и шутят о происходящем. В конце концов, они вышли из машины, только, правда, когда о помощи попросил один из прохожих. До этого просто сидели, наблюдали, смотрели, как убивают человека. Сейчас им грозит до 10 лет. Российский МИД мощно ответил на слова политолога Сатановского о том, что Мария Захарова выпивает больше лишнего. Давайте вместе почитаем. Как отмечаются в сообщении ведомства, озвученные пропагандистом данные о том, что спецпредставитель МИД РФ, президент РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Богданов, сильно спившийся человек, тоже не соответствуют действительности. Именно эти заявления послужили причиной увольнения Становского с канала «Соловьев Live». Но вот интересно, ни про Марию Захарову, ни в чем там именно было дело. Никакой информации, никаких деталей, никаких подробностей во ведомстве на Смоленской площади почему-то решили не приводить. Ну, в общем, скромно, но мощно. Это ирония. Спасибо, что были с нами. Это «Воздух. Новости». Ставьте лайки, не ставьте дизлайки. Всем пока. Спасибо.